здравствуйте сегодня я хочу продолжить курс наших мини лекции по поводу как выковать из собственных рук оружие лекции мини лекции такое на тему о запястье и пясти а важности этих структур в формировании вашего кулака как оружие вообще вот мы поговорили про пальцы на предыдущей лекции пальцы участвуют формирование кулака но если удар наносится абсолютно правильно то пальцы сами в этом ударе не участвуют они участвуют в том чтобы кулак сформировать а вот первый как говорится первый фланг нагрузки от удара кулаком он именно приходится на структуры запястья и пясти то есть какими бы частями кулака вы не били бьете ли вы сейкен вы не пальцами наносите этот удар пальцами вы можете попасть или так или иначе пальцами касаетесь фалангами первыми пальцев вы касаетесь груши мешка макевары да при контакте это да но не они являются авангардом удара в общем то по сути то есть они они принимают на себя всю мощь удара хотя конечно при ударе сейкен головки первых фаланг пальцев они как раз и формируют ту ударную поверхность до которой этот удар сейкен и наносится но я как я еще говорю что другие структуры пальцев в этом ударе участие не принимают и мощь удара все сопротивление от удара сейкен удар ты цуй урокин а приходится на структуры как правило запястье и пясти даже скажем так если вы наносите сейкен или урокин то на значит структуры пясти приходится удар вот на эти структуры если же наносите ты цуй то и на пясти и на запястье это важно понимать кстати сказать именно укрепление структур запястье и пясти формируют кулак в общем то как таковой как жесткий монолит пальцы участвуют в этом до запястье она стабилизирует чтобы никуда ничего не выломалось само предплечье она является носителем тех мышц и структур которые ответственны за работу мышц за формирование как таковой то есть там находится двигатель вот этого всего дела вот но чтобы кулак стал жестким и нерыхлым и истинно цельным вот за это как раз ответственность структуры запястья и пясти они делают из вашего кулака а камень от их состояния зависит насколько монолитным и жестким будет являться кулак вот этому уделяют часто мало внимания многие об этом вообще не знают и не догадываются с помощью чего же собственно говоря достигается то что эти структуры между собой выстраиваются и взаимодействуют с таким образом что кулак становится жестким и монолитным за это ответственные разные структуры прежде всего это конечно сами кости до которые формируют это все дело то есть в в оси продолжение всех фаланговых косточек в сторону локтя вот если двигаться и лежат и вот эти пясные кости они по длине такие же как и фаланговые по сути да только они располагаются внутри кисти нас если бы с руки на кожу снять оставить только скелет то многие люди даже не понимаешь ты что это пястные кости думают что . какая-то фаланга непонятная ну кто с анатомии плохо знаком кожи то нету и вот этих перепонок нет между пальцами просто вот еще одна фаланга как будто получается а дальше идут уже запястные кости вот вот эти косточки они между собой связаны связками мышцами только когда эти связки и мышцы плотные толстые хорошо развитые они эти кости в ударе могут между собой хорошо стабилизировать и не дать им двигаться друг относительно друга что и делает кулак жестким и мощным в этом их задача я этого коснулся в предыдущей лекции да когда рассказывал про мышцы которые пальцы сдвигают и раздвигают раздвигать сдвигаю вот кости кости запястья в ударе испытывают ощутимые нагрузки то есть это очень важно почему это важно понимать потому что ну да понятно мышцы косточки зафиксировали а нагрузка то приходится на эти косточки на самые причем она приходится под самыми разными значит ну под углами под разными вот если предположим в ударе сайкен чокуцки прощение на кости предплечье приходится осевая гера но нагрузка да то ну не совсем удачный пример привел сам скажем так есть кости которые при самых разных ударах испытывают лишь осевую нагрузку то есть нагрузку в каком-то в одном направлении конечно кости предплечь они тоже под разным направлением работают и если мы бьем ван то там муды какие-то варианты там да то есть кости испытывает и так изломные вколачивающие нагрузки всякие разные так вот кости пястья они испытывают тоже нагрузки самые разные бьем сайкен осевая нагрузка по косточкам бьем уракен значит уже по другим углом да нагрузка идет и не вдоль оси а прямо на поперек да то есть именно перпендикулярно бьем тыцуй и опять перпендикулярно но уже совсем другой плоскости и получается что значит вот такая плоскость это сайкен вот такая плоскость уракен и вот такая плоскость это при тыцуй то есть испытывают пясные кости нагрузки и пясти вообще и запястья во всех трех направлениях но если еще рассмотреть такие эти варианты как различные хай шу хай то там и пятые основные большого пальца там удар какие то вообще то это не только во взаимоперпендикулярных плоскостях всех дай будет а еще и в разных направлениях совершенно получится да нагрузка будет испытываться то есть нагрузка разнонаправленной поэтому кости запястья и кости пястья должны быть укреплены в них при правильном подготовке при тренинге правильный при правильном тренинге происходит трансформация и и перестройка костных балок но есть даже кость изменяется она перестраиваются то есть все костные балки они выстраиваются таким образом и дуги вот этих костных балок чтобы максимально противодействовать нагрузки оказываемой на кость поэтому собственно говоря укрепляя там кулак в одну какую-то сторону это не значит что кулак будет укрепляться совокупно и цельно да то есть его надо закреплять разнонаправленными нагрузками опять же здесь не последнюю роль играют и правильно развитые мышцы которые в разных направлениях действовать должны вот и нагрузки сами ударные должны быть под углами под разными направлений и давление должно под разными направлений быть углами то есть на самом деле подготовка запястья и пястья это очень серьезная подготовка и важнейшая в формировании ударной жесткости кулака самого доза долучи запястного сустава то есть сама жесткость ударного сама жесткость кулака как ударного механизма элемента скажем так ударного да она зависит от от взаимной стабилизации и взаимном жестком от взаимного жесткого расположения структур участвующих в формировании запястья и пястья это стратегически важно это важнейшие вещи вот на самом деле по этому поводу больше рассказать особо нечего существует ряд упражнений которые направлены на укрепление мышц связок и костей запястья и пястья я не коснулся пястья почему потому что все что касается запястья касается и пястья просто косточки там гораздо покороче они имеют кубическо-призматические всякие такие формы вот это в общем ряд как бы кубиков и которые лежат друг около друга и они соединены между собой огромным количеством различных связок кого-то ну и соответственно мелких мышечных элементов структур которые эти косточки переплетаясь между собой связывают вот укрепление их она приводит к укреплению костей запястья и конечно кости запястья имеют сочленение с пястными костями и здесь они тоже значит имеют ряд связок соединенных элементов и и все прочего со все что все что сопровождает любые суставные соединения и на это на все тоже есть упражнение если не будут эти элементы между собой жестком ударе взаимосвязаны то кулак будет рыхлым и какой бы мощный удар бы не был какой бы огромные силы он бы не был кулак об ударную по виду об ударяем ее поверхность если она будет достаточной степени жесткая как лоб у противника вашего или доска там или кирпич кулак разлетится он разобьется возможно вы разобьете и мишень но гулак неминуемо поврежден будет причем эти повреждения могут быть даже не в виде переломов они могут быть видео эти повреждения сумочная связочного аппарата ну и кости конечно могут быть и в заколоченные переломы и любые другие и переломы вывихи различные растяжение все что угодно может быть бывают даже такие травмы когда происходит разрыв среди тканых элементов и связок связывающих между собой кости пясные от чего от того что кулак соприкасаясь с мишенью вот он бьет и и происходит а расклинивающее действие между костями то есть кость указательного пальца поехала в одну сторону а среднего пальца в другую но это удар конечно должен быть как из пушки а а сам кулак не очень жесткий удар и они в разные стороны поехали 1 в одну другую и происходит между костями разрыв всех элементов то есть и связки разрываются и червеобразные мышцы тянутся разрываются волокна их происходит такая как бы травма именно расклинивающая так называемая травма и потом ну конечно разумеется кровотечение и как говорится полная кисть крови там гематома черный кулак там весь вот такой распушить бывает такая травма вот это бывает либо у совсем неподготовленных людей либо тех кто мало посвящает скажем так укреплению кулака как такового забинтованными руками работает постоянно то есть не работает над над укреплением кулака как оружие удар может быть очень поставлены да с забинтованной рукой там все нормально да а вот голой рукой удар и все и рука расклинена ну так называем эти травмы я их и часто свожу в единый совокупный раздел боксерские травмы хотя хочу сказать что реалистичные боксеры которые понимают что бокс это не только вид спорта а вообще это вид единоборства они конечно над своими руками работают и таких ошибок не допускают но это так отступление от темы так вот резюме в формировании монолитной жесткости кулака огромную роль огромной и роль принадлежит структурным компонентам запястье и пястье именно их стабилизация и взаимная неподвижность а также собственная жесткость является залогом жесткости и крепости кулака причем при любом ударе и под под любым направлением сейкин уроки или ты цуй одинаково всегда работают кости связки суставы и среди тканые элементы запястье и пястье укрепить их можно и нужно для этого существует ряд специальных упражнений они очень все просты но они специальные дело в том что в жизни человек специально эти элементы не укрепляет ему по природе не нужно иметь из кулака сделанную железную болванку ему нужны точные манипуляции пальцами ему нужно сжатие поэтому рука может быть очень сильная очень сильная но как ударный механизм как железный молоток совсем она может не иметь таких свойств может быть абсолютно рыхлая мощь удара не всегда гарантирует то что кулак сможет эту мощь всю сохранить почему потому что демпфирующие механизмы не плотного кулака а рыхлого они поглощают львиную долю удара то есть можете представить себе что вы наносите не молотком скажем так удар а точно таким же молотком но сделанным из каучука вот то что вы вот сюда надели железную то есть вот так можно представить вы надеваете перчатку сделанную из каучука и бьете противника по голове в челюсть условно говоря или лучше в лоб один механизм другой вы надеваете перчатку чугунную и бьете точно с такой же силой в лоб то есть весом мы условно говоря ну пренебрегаем пусть вес этих элементов будет равен нулю то есть чугун но вот невесомый или каучук но невесомый разницу вы можете представить она будет просто разительная это очень важный момент вот на этом я хотел сделать акцент как эти структуры сделать жесткими стабильными как их закалить и подготовить как их укрепить и что для этого делать я расскажу и научу но это тема достаточно продолжительного ряда занятий за одну секунду как говорится этого не делается вот в следующей нашей лекции мини лекции я коснусь лучезапястного сустава о том как укрепить лучезапястный сустав делая как бы анонс я хочу сказать что какой бы крепкий молоток не был но если его не несет хорошая древка то есть на что надет молоток таким молотком удар нанести достаточно проблематично или предположим ваша рука это копье или топор да кулак если нету древка или оно резиновое или там условно говоря с какими-то гибкими сочленениями удар не будет иметь стабильности не будет сто процентного поражения жесткости не будет то есть а запястье это как раз то место где соединяется ударный элемент то есть именно кулак ваш и привод который этот элемент ударный доставляет на то место куда надо и выдерживает нагрузки от соприкосновения не от соприкосновения а от именно контакта и удара поэтому лучезапястный сустав это тема нашей следующей с вами лекции спасибо за внимание до новых встреч скоро увидимся до новых встреч